Бытие, глава сорок вторая А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником землетой, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали, из земли Ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы, соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Они сказали ему, нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой. Они сказали, нас, рабов твоих двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы, соглядатые, вы как будто из... Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас? И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы, соглядатые. И отдал их Иосиф под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас это горе. Рувим отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал, и возвратился к ним и говорил с ними, и, взяв от них Симеона, связал его пред глазами их, и приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда, и открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал братьям своим, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Хананскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря, начальствующий над той землей говорил с нами сурово, и принял нас за соглядатая в земли той. И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас двенадцать братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Хананской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди, оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные, отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его, и увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей, и Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня. И сказал Рувим отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе, отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Но он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Продолжение следует...